Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Девочки, я хочу показать вам еще раз сегодня мое пальто Любовь Капучино, которое я заказывала на ярмарке мастеров у мастера Ирины Лебедевой. Это пальто необыкновенной красоты. Мне очень нравится покрой. На полочке пальто у нас нет абсолютно никаких выточек, кроме одного шва. То есть деталь полочки состоит из двух частей. И вот по этому шву они соединены, в этот шов уведены все выточки. И затем шов отутюжен в сторону центра и обработан вот такой вот машинной вышивкой. Это делает очень красивый силуэт, необыкновенно красивый. И вот когда я заказала Ирине это пальто, я попросила ее, если можно, прислать мне и выкройку. Выкройку вот этой верхней части пальто. Ну, юбку тут можно уже сообразить самому. Ирина мне прислала выкройку. И по Ирине на выкройке я уже сшила сарафан. Сарафан такой частично подлен, комбинированный с цветной юбкой. Я вам оставлю в описании под видео все ссылки. Ссылку на Ирину, ссылку на видео с пошивом сарафана или с показом сарафана, я уже не помню. Чтобы вы знали о чем идет речь. Так вот, девочки. Ткань, из которой я шила сарафан. Вот она. Такой необычайно красивый цвет. Серовато-бежевый, похож на лен, но это хлопок с полиэстром. Очень толстый. Чуть-чуть тоньше джинсовой ткани. Но достаточно плотный. И вот я шила сарафан, скомбинировав его с цветной тканью. То есть юбка у сарафана у меня цветная, потому что у меня не хватило ткани. Не было больше. И вот случайно заехав в магазин ткани, я наткнулась на остатки этой ткани. 8 метров. Я их забрала все. Потому что ткань замечательная. Я ее постирала и зверски высушила в сушилке. То есть ткань дала усадку настолько, насколько можно. И теперь я спокойно могу кроить, зная, что моя деталь или мое изделие уже не даст никакой усадки. Итак, я вам покажу сейчас поближе свои детали. Посмотрите, пожалуйста. Вот у меня спинка. Та часть, которая прорисована ручкой, я надеюсь, видно на камере, да. Это выкройка Ирины. Я ее немножко перемоделировала, скажем так. Спинку я не перемоделировала. Я прибавила только по сантиметру на припуски, кроме пройм рукавов. На проймы я не прибавляла припуски. Сбоку выточка и внизу, девочки, по идее, вот эта выкройка, она как бы под грудь. Я решила сделать на 5 сантиметров подлиннее, посмотреть, что получится. Ну, я буду тоже делать на кулисках мое изделие, поэтому здесь все равно все стянется. Я надеюсь, будет очень красиво. Итак, спинка практически без изменения. Затем у нас идут детали полочек. Разрезные детали. Выглядит это вот так. Давайте я уберу это. Вот таким вот образом. Это будет сшиваться все. Значит, что я изменила еще раз? Еще у выкройки Ирины. Я в последнее время поправилась. То есть, когда Ирина мне шила вот это пальто, я была немножко похудее. Но так как сейчас я поправилась, я решила внести небольшие изменения. Я убрала буквально тут по 3 миллиметрика сверху, чтобы заузить вот здесь горловину. И немного прибавила вот здесь в груди. То есть, вот то, что у меня прорисовано ручкой, это уже видоизмененная выкройка Ирины. Ну, небольшие изменения. Затем я опять же прибавила по 5 сантиметров внизу. Прибавила по сантиметру везде на припуски. И я сделала прибавку. То есть, у нас вот идет центр полочки. Это подгиб как бы. Я прибавила здесь еще где-то 3,5 сантиметра. Потому что я пока еще не решила, как я хочу шить точно. Сейчас я раскроила свои детали. Вы видите вот их вдалеке. Из этой ткани. Сделаю рукава. Рукава точно такие же, как у Ирины. То есть, смысл какой? У нас рукав состоит тоже из двух деталей. В принципе, можно сделать и одну. Но я хочу сделать точно так же, как на пальто капучино. Давайте, чтобы долго не объяснять, я вам просто-напросто покажу. Вот здесь идет такая сборка на рукаве, девочки. То есть, у нас вот этот шов с запасом. Затем, когда мы прошиваем, мы разутюживаем припуски в разные стороны. Здесь просто разутюжено сверху. А вот здесь, видите, отстрочена кулиска, как бы, из этих припусков. И вставлены шнурочки. Вот, видите, с обратной стороны, как выглядит. То есть, в рукавах у нас нет подкладки. Это вот лен натуральный. То есть, обрабатывается все оверлоком. Разутюживается припуск, прошивается. И у нас получается кулиска. Поэтому рукав состоит из двух частей. Но можно сделать, кто не хочет вот такую сборочку, хочет нормальный рукав, можно делать без шва одной деталью. Я буду делать точно так же, как у Ирины. Давайте я вам покажу еще спинку. Вот вы видите. Вы видите, что здесь есть кулиска тоже. Кулиска переходит со спинки немножко. Да нет. На боковых швах заканчивается. Кулиска у нас сзади. И юбка, пальто, состоит из полотна со встречными складочками, небольшими защипами такими, которые отстрочены. По три складочки с каждой стороны сзади. И то же самое, три складочки спереди. Карманы здесь в боковых швах. Я буду делать карманы на полотнище юбки. То есть не в боковом шве. Мне так гораздо удобнее, когда немножко сдвинуты. В общем, я еще думаю над тем, какая будет у меня юбка-пальто. Я не буду делать вот как у Ирины с такими складочками-защипами. Возможно, я сделаю где-то еще оборочки по низу. Хотя вот у этого пальто, что мне нравится, очень красиво сделан низ тоже. Видите? Вот эти складочки-складочки. И затем идет ряд декоративных отстрочек. Очень красиво. И это очень-очень большая работа. Девочки, у меня машина вышивает тоже. Я тут делала пару раз вышивки, хотела застрелиться, как это долго. Я вам показала сейчас все детали верха. То есть верх у меня будет практически такой же, как у Ирины. Над юбкой я хочу еще подумать. Я показываю это вам для того, чтобы вы знали, девочки, что это будет не только пальто, но и целый комплект одежды в одном цвете. То есть из одной и той же ткани я буду шить абсолютно все. У меня есть уже шляпа из этой ткани. У меня есть уже сарафан и юбка из этой ткани. Я сошью еще пальто, возможно, брюки, возможно, еще какое-то платье. В общем, я не знаю. Вы сейчас видите фотографию с ярмарки мастеров. Называется «Другая одежда». Забыла имя хозяйки. Имя очень интересное. Ой, не помню. Ну, типа что-то Анастасия или Просковья. Ну, если хотите, найдете. На ярмарке мастеров магазин называется «Другая одежда». Обратите внимание, пожалуйста, на рукав. Вот я хочу в своем пальто сделать именно такой рукав. То есть у меня будет верх из этой же ткани, а низ то, что в клеточку, я сделаю тоже из ткани компаньона в клеточку. Возможно, еще будет какая-то отделка, скорее всего, карманы. Может быть, я пущу где-то типа тесьмы полосочку по низу пальто. Ну, вот примерно так я хочу сделать. Для этого я краю рукав, разделив его на две части. Посмотрите, пожалуйста. Вот у меня сгиб. Это примерно где-то до локтя. Я раскроила обе половинки два раза. То есть у меня ткань сложена в два раза. И прибавила на всякий случай 3 сантиметра. То есть здесь у нас будет сшиваться ткань в клеточку. Я буду использовать вот такую льняную скатерть. У меня есть красивая льняная скатерть в клеточку, которой я не пользуюсь. Я ее покупала именно из-за ткани. Мне понравился цвет клеточки. Очень красивый. Я буду комбинировать вот с ней. Здесь у нас будет дальше вторая половина лукава. То, что у нас идет от сгиба. Вот из этой ткани. И полосочку, то есть не полосочку, а веревочку для кулиски я сделаю тоже из однотонной ткани. Возможно, еще на манжет я пущу такую же ткань. В общем, буду сейчас сочинять и буду частями показывать вам то, что я сочиняю. Шью рукав. Соединила верхнюю часть и нижнюю часть обеих половинок. Прострочила, оверложила, заутюжила вверх. Пока я не отстрачиваю. Сейчас я буду соединять две половинки. Переднюю и заднюю рукава. Для этого я втыкаю иголочку в шов. Ровно в шов. И с этой стороны то же самое. Втыкаю в шов и вывожу снова на шов. Теперь мне нужно совместить еще клеточки. То же самое. Вхожу в поле клеточки здесь и внизу. Соединяю. Соединяю каждую клеточку. После того, как я все это соединю, я проложу шов на расстоянии полтора сантиметра. То, что я предположила для кулиски. Обратите внимание, внизу, когда я сшила до того, как я дошила до конца, то есть я подвернула свои детали. Это будет подворот рукава. То есть у нас нет обтачки, подворот. И вот когда мы шьем, 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 мы шьем в конце уже подвернутый рукав. То есть мы не прошиваем сначала вот так, а потом подворачиваем. Потому что у нас тогда не будет отверстия для выхода завязок. А когда у нас уже подвернуто, и мы затем отстрочим наши развернутые швы, это будут как раз кулиски для нашего шнурочка. И у нас уже здесь все будет обработано вот так сделано. Это я посмотрела, как сделано у Ирины на пальто. И делаю точно так же. Единственное, что вот здесь нужно, конечно, зашить вот этот кусочек. Потому что когда мы будем вставлять шнурок, в одну сторону мы вставим, а во вторую, если мы будем выходить, мы можем попасть вот в этот кармашек. Ну, можно, в принципе, и протащить. То есть поменять место расположения булавки, передвинуть ее и пройти точно через туннель. Можно сделать так, можно не делать. В общем, делаем вот так, разворачиваем, отстрачиваем. И наши рукава уже готовы. Останется только соединить нижний шов. Все. Но, девочки, я же оставила здесь 3 сантиметра. У меня ушло примерно полтора, ну, максимум 2 сантиметра в шов. То есть у меня запас еще 1 сантиметр. И я хочу сделать вот так подгиб. Ну, как будто бы, вы поняли, из-под одного рукава выходит второй. Вот таким вот образом сделать. И проложить строчку по верху. Здесь отутюжиться. Будет вот так интересно. Покажу еще раз вам рукава. Посмотрите, пожалуйста, средний шов, где у нас отвороты. Вот примерно, а сейчас скажу, на каком уровне. Ну, 17,5 сантиметров у меня уже от подгиба. Видите? Здесь у нас подогнуто было и сшито. То есть с подгибом мы прошивали. А здесь я оставила открытым. Сначала прошила до конца. Обработала оверлоком. И теперь отверну. И прошью полностью по низу. Потому что я зашила только вот, видите, кусочки. Чтобы это было все закончено. Сейчас отстрочу по кругу. И все. Мои рукава готовы. По окату я не обметываю. Я буду обметывать обе детали вместе. То есть рукав вместе с полочкой. После того, как я их соединю. И будет один оверлочный шов. Ну, а затем мне останется только вставить вот сюда шнурочек. Для того, чтобы здесь красиво лежало, вот здесь нужно сделать небольшие разрезы. То есть у нас вот отстрочено поперек. Мы прошли по краю. Отстрочили. Пошли вниз. И вот здесь до, снизу до вот этого шва. Делаем две дырочки маленькие. Два отверстия. Продеваем шнурочек. И его можно будет стягивать. Теперь посмотрите, пожалуйста. Я мою льняную, как бы, часть рукава верхнюю заправила внутрь. Это у меня лицо низа. И сделала, как бы, перекат 2 сантиметра. И сейчас я вот здесь в шов отстрочу, чтобы потом рукав выглядел вот таким вот образом. Как будто бы из одного рукава выходит другой. То есть мы сейчас строчим по внутренней части. И затем все это отвернется. Вот таким вот образом. Вот видите. Кладем строчку здесь. Посмотрите, пожалуйста. Вот так выглядит рукав, когда вставлено в кулиску шнурок. И вот я вам покажу изнанку. Я вставила шнурочек. И вот в переходе из отверстия в отверстие я еще прям в шов центральный сделала отстрочку, чтобы шнурок, ну, то есть, чтобы на одном расстоянии, во-первых, на одной высоте они были, чтобы они не ерзали. А во-вторых, чтобы не было нагрузки вот на эти дырочки, которые я вырезала. Потому что они же не обработаны у нас никак. Я вот не знаю. Я не посмотрела точно, как у Ирины сделано. Но это я тут по ходу сочиняла. В общем, пришили мы здесь. Теперь давайте вывернем. Боже, сегодня весь вечер занимаюсь рукавами. Никогда не начинала шить с рукавов. Обычно у меня рукава в последнюю очередь. А в этот раз вот начала с рукавов. И теперь мы стягиваем, как нам нужно вот это вот расстояние. Стянули, стянули, подтянули. Завязали узелок. Завязали бантик. И оба рукава у нас готовы. Можно, в принципе, подтянуть еще. Вот так. Вот такая красота. Посмотрите, пожалуйста. Я сшила мои детали лифа. И вот по шву, вместо того, чтобы сделать вышивку, я пришила просто вот такое красивое хлопковое кружево. Очень мне нравится. То есть подчеркивает вот этот вот шов. Значит, швы у меня обработаны оверлоком. И я их отстрочила, девочки. Потому что материал, как вы видите, такой сыпучий он. То есть надо как-то фиксировать все очень хорошо. То же самое на плечевых швах. И здесь, как я уже сказала, у меня отстрочено тоже оверлоком. Заутюжено в сторону. Переда. То есть вот в эту сторону. И я пока вручную пришила, прихватила кружева, чтобы они имели такую же длину, как и мое изделие. Чтобы потом, когда я буду соединять с юбкой, кружево уже вошло в шов. И когда у меня уже все будет готово, я пристрочу это на швейной машине. То есть делаю машинную строчку. Ну а пока у меня лифт готов. Я сшила также воротничок. Воротничок шьется очень просто. То есть это две детали самого воротника. Две детали стоечки. Стойку я сделала из другой ткани. Из компаньона. То есть из которой я делала рукава. Девочки, воротник не проклеивала. Я хочу, чтобы он был очень мягкий. А вот стоечку я проклеила тонким флизелином, чтобы было жестко. А вот воротничок будет у меня просто мотыляться. Когда я сшила, по контуру я вывернула, отутюжила. И по низу я здесь обработала оверлоком. Но перед тем, как обрабатывать, я сделала наплыв, чтобы воротничок, ну, когда он будет на месте, отворачивался. И вот шов, чтобы не выворачивался на лицо. То есть если я возьму вот так, скажем, сверну воротничок, вот таким вот образом. Вот видите? Он уже как бы лежит сам. Мне нужно сейчас отутюжить все это. Это, в принципе, рубашечный воротник. Как он делается? Я смотрела на канале Лены Брит. Когда я не знаю, что дальше делать, карманы там, воротник, я всегда иду на канал Лены Брит. То есть я знаю, что очень многие блогеры, мастера выставляют видео по пошиву вот всех элементов. Но для меня легче и проще всегда найти ответ у Лены Брит. Потому что Лена, как бы, она и училась, но она очень просто подает этот материал. То есть для нас лайф, кто не учился, кто не умеет шить, это очень-очень доступно. Итак, мне нужно сейчас отутюжить и отстрочить в край. Дело в том, что рубашечный воротник, по идее, он пришивается к рубашке, то есть рубашка заправляется, как бы, между вот этими стоечками. С одной стороны мы пришиваем, вторая сторона у нас обычно отутюжена. И когда мы сшиваем вот здесь внизу, вот эта сторона тоже подогнута. Но я посмотрела, как сделано на пальто у Ирины. У нее вот эта стоечка входит между изделием и обтачкой. То есть у нее вот эта стойка не длиннее изделия, а короче. Поэтому я сначала заутюжила, чтобы внутри как бы обработать. А потом мне пришлось снова разутюжить, потому что это все, оба слоя стойки вошьется между пальто, между моей полочкой и обтачкой. Обтачку я раскроила просто-напросто, взяв мои детали. То есть у меня нет выкройки обтачки, подкладки и так далее. Это я сделала сама. Я взяла мою выкройку бумажную, соединила вот здесь по шву, то есть убрала припуски, как бы была готовая деталь. И затем просто-напросто вырезала уже из этой же ткани обтачку, повторяющую вот мою деталь. Вот вы видите. То есть у меня получится, что вот эти швы совпадут вот с этими швами плечевыми, плечевыми, извините. То есть у меня нет вот этого шва на полочке. У меня идет цельная деталь, которая вот повторяет все это. И затем спинка и вторая половина. Значит, я сначала хотела сделать пальто на подкладке, а потом решила, нет, не хочу, потому что, ну, ухаживать сложнее. Эта ткань гораздо светлее, чем, например, пальто от Ирины. Лен. И лен жестче, стабильнее. Вот эта ткань гораздо мягче, то есть стираться будет чаще, утюжиться будет чаще. И, конечно же, без подкладки все это делать гораздо-гораздо удобнее. Поэтому я буду делать обтачку по всему изделию. И вот эту внутреннюю сторону, где бы, по идее, пришивалась подкладка дальше цветная, я просто обработаю косой бейкой, тоже какого-то подходящего цвета. Вот у меня есть огромная мужская рубашка моего мужа. Цвет похожий. Тут, конечно, немножко поярче цвета дополнительно еще. Но я думаю, что для косой бейки, для изготовления и обработки изделия изнутри, эта ткань тоже подойдет. Это хлопок, но довольно-таки плотный. Поэтому буду сейчас все соединять, обрабатывать, и потом покажу вам готовое изделие. Мне останется еще вшить рукава. Рукава у нас уже готовы. Ну, а воротник я буду вшивать следующим образом. Моя полочка со спинкой, то есть мой лиф. Вот у меня лицо, скажем так, воротника. Есть метки середины воротника, середины полочки. Я соединю вот таким вот образом с одной стороны и сразу... Ну, в общем, мне надо либо сколоть, либо сметать. С этой стороны у меня будет обтачка, то есть буду вшивать воротник между обтачкой и изделием по меткам. У нас здесь есть метки, где совпадает плечо, где заканчивается изделие. Сошью, пришью все это, и у меня получится вот воротничок между изделиями стойка. Итак, девочки, посмотрите, что у меня получилось. Я пришила воротник, то есть я его вшила между обтачкой и изделием. Затем отутюжила все и проложила шов. Где-то на расстоянии 5 мм, чтобы все это закрепить. Вы видите, моя стоечка, сам воротник. Как я уже сказала, воротник я хотела мягкий, поэтому я его не дублировала. Дублирована только стойка. Теперь внутри. То есть у нас идет обтачка. И посмотрите, пожалуйста, я зашила уже впереди, но не до конца. Почему я это сделала? Ну, потому что у нас еще будет юбка, и затем обтачка стыкуется. То есть в районе, где будет пришиваться юбка от пальто, идет состыковка обтачки, юбка. Поэтому я не стала здесь зашивать. То есть я, когда буду дальше работать, сначала сошьются обтачки вместе, сошьется юбка и мое изделие. И затем я уже проложу полностью шов. И точно так же я начну сейчас обрабатывать косой бейкой мое изделие. Начну вот с этой стороны, наверное, отступив немножко, потому что если я сейчас этого не сделаю, ткань так трепется, хотя можно, конечно, сейчас обработать оверлоком, хотя, наверное, я так и сделаю. Я обработаю оверлоком, чтобы это не сыпалось. А потом, когда изделие будет готово, обтачка будет готова, я одним махом обработаю все косой бейкой. Итак, дорогие мои, посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось. Я пришила рукава, обработала оверлоком, хотела сказать зигзагом, нет, оверлоком. И вот я вам говорила, что ткань сыпучая. Даже если обработать ее оверлоком, посмотрите, тут нитки торчат некрасиво. Ну, в принципе, у меня вот эти швы все зашиты. То есть я их заутюжила и пришила как бы к изделию еще раз. То есть здесь уже не так страшно, что тут что-то высыпется. Поэтому я решила с рукавами сделать то же самое. Вот на этом рукаве еще нет отстрочки. А вот на этом рукаве я сделала отстрочку. То есть я тоже как бы прибила мой оверложный шов к изделию. Нужно еще отутюжить. Я пристрочила на сторону изделия от рукава. То есть куда легло, там и пристрочила. Строчила где-то вот так, 33 миллиметра, наверное, от края. Получилось очень даже замечательно. Все будет держаться крепко, потому что, как я уже сказала, все это будет стираться часто. И я хотела бы именно вот пальто, знаете, такое вот прям тряпочка тряпочкой, чтобы не было нигде проклеено. Чтобы оно было такой вот. Одел и пошел. Возможно, я даже сделаю как-то его, знаете, помятым-помятым, чтобы его не гладить. В общем, я посмотрю еще. Итак, мне осталось на лифе позднее обработать мою внутреннюю обтачку. То есть я сделала верлочный шов сейчас, чтобы совсем не высыпалось. И вот по низу тоже прошла, потому что тут прям усыпется невозможно. Остается, в принципе, сделать только петли и пуговицы. Но об этом я подумаю позже. То есть это я буду делать, когда изделие будет уже готово. Ну, а на сегодня все. Вот готов мой лиф с рукавами. Давайте сделаю красиво, попробую. Скажем так, мой воротничок. Вот так. Так, в какую сторону? Вот так, да, девочки делают? Примерно вот так. Вот как-то так. Вот наш рукав. Вот такая красота у нас получается. Очень мне нравится. Люблю натуральные цвета. И, девочки, я уже придумала, что я буду шить еще. Опять посмотрела видео на канале диктанты портного Веры Борисюк. То есть Вера сейчас ударилась в пошив платьев. Вот я буду шить платье, опять же, по этой выкройке от Ирины Лебедевой. Но я и эту выкройку перемоделирую. Примерно подгоню вот под модель, как у Веры. Я хотела бы, конечно, чтобы у меня не было впереди планочки, не было застежки. То есть я сделаю все это закрытым. Сзади сделаю, возможно, вырез, ну, может быть, каплей, может быть, как-то еще. Застежки вообще не хочу. То есть, например, у Веры по спине везде застеж, либо пуговички, либо там вставлены молнии. Я этого не хочу. Я вообще хочу без застежек. Поэтому я сделаю, скорее всего, здесь, ну, какую-то капельку разрез сзади, чтобы проходила голова и все. Остальное буду перемоделировать и шить вот платье под это пальто примерно как у Веры. В общем, посмотрю, девочки, и вам покажу. Так, ну, а в следующем видео будем шить остатки моего пальто. Ну, а на сегодня все. Всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Заходите на следующее, буду ждать. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Кому что нравится, главное, не оставайтесь равнодушными. Девочки, мальчики, может быть, у кого-то какие-то идеи возникнут по поводу количества предметов этого ансамбля, что можно еще шить, пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рада почитать. Ну, а сейчас всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok